всем привет и у меня будет док влог о поездке в каунас я еду завтра в каунас на учебу но еду не одна еду с фанни так как у нас будут первые лабораторные работы с животными не знаю удастся ли что-то мне поснимать в школе или мы только с фанни поснимаем как мы ехали в каунас и потом как будем гулять по каунасу обычно я видео начинаю с утра но так как со мной едет фанни мне много что нужно собрать решила начать видео с вечера подписывайтесь на наш канал тот кто не подписался и ставьте нам лайки фанни сейчас халатики я ее искупала какие купала вставлю видео она хочет спать спитана со своими игрушками которые мы возим во все поездки я фанни уже помыла сейчас отнесу в комнату вытел полотенцем и она будет отдыхать а начну показывать с того что я беру для фанни для фани влажные салфеточки храню их вот в таком чехольчики или коробочки у меня специальные салфетки для собак от натурал protection на коробочке изображена вот такая вот пандочка в этой коробке и салфеток не так быстро выходит влага также возьму две игрушки вот такую вот мышку и кролика животики у игрушек шуршат а в голове пищалка мы эти игрушки возили даже в ростов-на-дону также для фани возьму бутылочку с водичкой бутылочку положу вот в этот чехол кстати за лето он выцвел возьму фанин сухой корень который он обычно утром ест так как она может не поесть так как мы поедем очень рано дополнительно возьму сухой корень от фирмы finest с лососью в мешочке нарезанной вкусняшки две складные тарелочки одну под сухой корень долгую под воду полотенца и фанин ветеринарный паспорт кстати эта фотография сделана когда мы с фаней летели в ростов-на-дону возьму вот такой вот дождевик так как очень непонятно с погоды будет ли дождь или нет у дождевика есть карманчик на карманчики отсвечивается полоска и вот эта полоска тоже отсвечивается у дождевика есть вот такая вот штучка если пойдет ливень можно кольцо от поводка или шлейки протянуть и пристегнуть поводку чтоб собачка не намокла у дождевика есть рукава у него вот такая вот подкладка сеточка дождевик с капюшоном он очень удобный мы его возим во все наши поездки фанни поет вот в таком вот комбинзоне с короной этот комбинзон я возила на море для фанни в нем очень удобно когда прохладно комбинзон украшен вот такими вот полосочками на штанишках и на кофточке корона комбинзон с капюшоном у комбинзона застежки нет он просто одевается через голову так как мы выезжать будем очень рано фанни одену толстую жилетку она с капюшоном на капюшоне ушки и на одном ушке вот такая вот брошка жилетка на кнопках возьму две шлейки одну одену на фанни 2 возьму на всякий случай малиновая шлейка итальянская а с авокадами я покупала на алиэкспресс шлейку с авокадами фанни носит летом на летнюю одежду для фанни возьму вот такой вот матрасик в сумку чтобы она могла на нем спать в поезде или в школе матрасик двухсторонний на одной стороне вот такие вот сердечки и вишенки на другой стороне матрасик в клетку также возьму спальный мешок от фирмы брит который был у фанни в рождественском подарки чтобы застелить сиденье в поезде и фанни было не холодно если в поезде будет очень холодно фаню засунуть можно даже внутрь и фанни поедет в новой сумке от фирмы филпласт которые для нее покупала этим летом как обычно беру свой пенал беру с собой 6 маркеров как обычно розовый фиолетовый зеленый желтый оранжевый и синий стерку в коробочке эта стерка художественная и очень мягкая стерка и точилку вместе замазку корректор на ленте три синие ручки 3 цветные ручки зеленая черная красная два тонких карандаша два толстых автоматический карандаш к нему стержни завела себе вот такой вот конвертик туда сложила липкие листочки и маркеры чтобы размечать конспекты как обычно беру свою папку вот такой вот блокнот тетрадь со школьными подключениями у меня это такой черновик где все записываю с разных предметов конспекты я так и не начала вести так как у нас очень много в интернете беру две тетради одну на 48 листов в линейку вторую в клетку на 24 листочка и также беру еще линейку на лабораторной работы беру вот такие вот листочки которые отсветила специально к лабораторным работам купила стетоскоп от фирмы гима это ветеринарный стетоскоп к нему беру инструкцию вот такие вот сменные штучки в уши два термометра это мой старый термометр с алиэкспресса а это новый он адаптированный под ветеринарию как обычно беру диктофон если мне что-то нужно будет записать батарейки у меня здесь две только осталось и беру новый набор батареек два повербанка этот повербанк я таскаю на работу повербанк от фирмы samsung на 10000 а это мой новый повербанк который мне подарили на день рождения от него я всего один раз заряжала телефон так как в каунас я выезжаю очень рано беру с собой две бутылочки аквили бутылочки 0 5 литров одну поставлю в карман рюкзака а другую уберу вовнутрь беру два бутылочки но другие так как выйти сейчас акции один покупаешь автор идет бесплатно не знаю получится ли у меня с вами куда-то зайти чтоб купить в обратную дорогу еду если не получится то на обратную дорогу у меня будет бутерброд и также беру шоколадки киндер последнее время я их очень полюбила эти шоколадки остались у меня с прошлой поездки в каунас а это у меня новая коробочка которую беру с собой себе как обычно беру две упаковки сухих салфеток две упаковки влажных так как одна упаковка уже почти заканчивается беру вот такой вот шоппер в этот раз я в конный магазин не собираюсь так как еще не пришел мой заказ я еду с фанни а собираюсь фанни погулять по аллее свободы сходить в магазин кика что-нибудь купить так как сейчас там скидка 40 процентов и к тому же поезд у меня домой без 10 5 и в несколько мест я завтра просто физически не успею и кстати эта сумка для покупок очень удобно одевается на плечо удобнее чем сумки которые мне давали за покупки в магазине кика поэтому я его беру с собой у нас утро фанни только проснулась она зевает сейчас пол пятого я фанни дала сухой корм может со вкусняшками не знаю будет ли она кушать так как на прогулку я ее не поведу если она поест то поезд если нет я взяла сухой корм с собой и покормлю потому что и потому что и в и и и и фанни весь сухой корм не съела она немножко поела я не буду беспокоиться что она голодная на завтрак у меня три яичка с майонезом и кофе срок никштукас с кокосом никштукас литовская фирма по-русски эта фирма будет называться гномик у фани вот такой вот бантик и вниз спускается две косички вот так вот фаня выглядит в комбинзоне и в жилетке я ее сейчас одела мы будем выходить встретимся на улице фане вот такая вот красо . мы с фаней вышли из дома идем на остановку я сегодня вышла чуть чуть позже чем обычно так как еще собирала фаню и сейчас мы спешим так как можем опоздать на троллейбус а на следующем троллейбусе мы уже будем опаздывать на поезд мы с фаней дошли до остановки лозди на из которой обычно ездим к ветеринару вот остановка с которой мы фаней поедем на вокзал а с вокзала в кауныс на поезде я на железнодорожном вокзале города вильнюса фаня сидит у меня в сумке троллейбус пришел позже поэтому я хочу поспешить на поезд я захожу в вокзал фаня сидит у меня в сумке как обычно сразу иду посмотреть с какого пути пойдет мой поезд мой поезд пойдет в четвертой платформы девятого пути вот так вот я сегодня одета сегодня взяла сумку побольше чтоб туда положить повербанки так как я была фаней вещи из-за этого повербанки не вошли в рюкзак вот фаня сидит в сумке кстати на сумке она реагирует спокойно и не нервничать так как к сумкам я ее поручила с детства на платформе уже стоит мой поезд мы в него с фаней будем садиться обзор на поезд я снимать уже не буду так как уже несколько раз снимала обзоры на поезда сразу когда мы сели в поезд фаня в начале тяжело дышала она испугалась а потом успокоилась вспомнила как мы с ней ездили на поезде в клайпиду и остальной путь она спала а я смогла почитать свои лекции я достала свой ноутбук и буду читать вот такие вот лекции о болезни животных так как дока у нас осталось ехать около 15 минут я хочу перекусить у меня на завтрак вот такой вот бутерброд водичка аквиле и две шоколадки киндер вот наш поезд на котором мы ехали с вами мы испании в каунасе идет дождь сейчас я пойду на автобус и мы поедем спальни у моего училища сейчас пойдем через вот такой вот переход что-то идти на другую сторону и 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 Подходим к моей школе. Я хочу помнить сейчас посадить сумку, так как будут еще другие собаки, и что она не испугалась. Уже погасили фонарьи, и я подхожу к своей школе. Продолжение следует... Мы с Фаней вышли из школы, немножко поснимала Фаню в школе во время лабораторных работ. Мы с Фаней гуляем по парку, по которому я гуляла в первый раз, когда приехала в Каунас на учебу. Этот парк находится недалеко от моей школы. Раньше это было кладбище. Мы сейчас с Фаней находимся возле торгового центра Мега. Сразу после учебы мы с Фаней поехали в Мегу, так как я хотела сходить в большую Кику. Магазин Кика в Меге даже больше, чем у нас в Икарополисе. И снова пошел сильный дождь. А я еще хотела сегодня с Фаней съездить на Аллею Свободы и там Фаней пофотографировать. Поезд у нас домой без 10.5. А это вход в торговый центр Мега и я сейчас в него буду заходить. Фаня у меня сейчас на руках. В Каунасской Меге нашли еще одно красивое место, чтобы сделать фотографии. А в начале осени я в Меге фотографировала воздушный шар. Когда шли к магазину Кика, встретили вот такой вот провозик, который возит детей. Рядом с магазином Кика находится книжный магазин Пегас. А вот и сам магазин Кика. Магазин Кика в Меге очень большой. Большой выбор разнообразных товаров для животных. Пока мы были с Фаней в Кике, закончился дождь, мы сейчас идем на остановку и поедем на Аллею Свободу. Снова светит солнце. Мы с Фаней приехали на Аллею Свободы, города Каунаса. Самой первой своей поездки в Каунас, когда я съездила и подписала договор на учебу. Я хотела с Фаней приехать вот в это место и возле этих деревьев ее пофотографировать. Мне почему-то это место очень понравилось. Фаней хорошо умеет позировать. Так как два первых месяца осени была очень теплой, я много где успела побывать, много интересных мест нашла и хочу туда летом съездить с Фаней. Так как, скорее всего, летом у меня отпуска не будет. И в какую-то длительную поездку я с Фаней снова поехать не смогу. А вот так вот на день или два поехать в Каунас у нас получится. Фаня отдыхает вот на такой скамеечке. Эти скамеечки стоят на Аллее Свободы почти по всей Аллее. У Фани красиво сочетается бантик и комбинзон. Но я еще с Фаней хочу сходить к фонтану и там ее пофотографировать. Так как теперь не знаю, когда в следующий раз в Каунас приеду с Фаней. Также на Аллее Свободы в этот раз рядом с фонтаном была выставка. Фотографии. Я ее засняла, так как такие вещи для меня очень интересны. Каунас. 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 вся мокрая, на аллее людей стало меньше и деревья уже стоят без листьев некоторые, а с некоторых только облетают листья. Здесь рядом Евровайстин, киоск, а мы с этой остановки с Фаней поедем в углу. Мы с Фаней идем к Акрополису. Кстати, Каунарский Акрополис находится параллельно моей школе. И некоторые девочки бегают во время перемены в Акрополь за кофе. Вот главный вход Акрополиса и мы сейчас с Фаней будем заходить. Мы с Фаней идем в магазин Кика, чтобы купить еще одну шлейку. Я Фаню посадила в домик. Наверху лежит ее подстилочка, которую я стелю на сиденье в поезде, а также стелила в школе. Но она в мой рюкзак не влазит, я ее ложу в Фанину сумку. Это мои покупки из магазина Кика. Купила еще одну сумку. И вот такой вот мешочек у меня с покупками. Я их покажу дома. Мы уже с Фаней приехали на железнодорожный вокзал. Стоят два поезда. Оба поезда пойдут в Вильнюс. Один сейчас, другой через час. Вот стоит наш поезд. Наш поезд пойдет с 12 пути. В мешочек я переложила все покупки из Кики, так как этот мешочек можно нести на плечи, и мне так будет легче нести. В поезде я купила себе сок с апельсином и клубникой. Хотела взять дыню нарезанную, но мне продавец перепутал и дал ананас. Ананас, кстати, был не очень вкусный. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Мы с вами доехали до Вильнюса В Вильнюсе тоже прошел дождь На небе радуга, очень красивое небо Вот Фаня гуляет Всю дорогу, пока ехали из Калмаса, шел сильный дождь, а Вильнюса мелкий Мы с вами доехали, находимся в своем районе Вот магазин Айби Сейчас мы с вами идем на автобусную остановку Чтоб доехать до нашего дома Так как мы много гуляли в Калмасе И обе с Фаней очень сильно устали Мы с Фаней доехали, находимся возле своего дома Уже начинает темнеть Вот Фаня Мы с Фаней бежим домой Как пойдем домой Я Фаней помою лапки Пока умлю, а потом Фаней будет отдыхать И я тоже Мы с Фаней дома Я ей помыла лапки И сейчас она будет ужинать Фаней все съела Тарелочка у нее пустая Кстати, в мисочке остался сухой корм Который Фаня не съела с утра Если бы возила сухой корм в Калмас Она его немножко поела Я сюда досыплю И у Фаней на завтра будет сухой корм Фаня сильно проголодалась Поэтому стала и сухой корм Есть из миски Которую утром не съела Хочу показать, что мы с Фаней привезли из Калмаса В Калмасе ездила с Фаней Так как у нас была первая лабораторная работа По анатомии После учебы Мы с Фаней гуляли по городу Ездили в торговый центр Мега в Кику Так как в Кике Снова была акция на товар Консервы с укройком и вкусняшки Можно было купить Две покупаешь И третья идет в подарок А на амуницию Сумки, лежанки, игрушки Уходовые средства для животных Была скидка в 40% Мы снова довольно много с Фаней купили Я купила еще одну сумку От фирмы Natural Protection Сумки мне очень нравятся Одну сумку я хочу, чтобы была у меня Для ветеринарии Вторая для груминга И когда я начну изучать груминг Я в нее сложу расчески, ножницы Резиночки Все, что нужно, чтобы профессионально Стричь животных Не знаю, как я распределю сумки Возможно, фиолетовая у меня будет для груминга А зеленая для ветеринарии Или наоборот На сумке вот такие вот милые собачки У сумки есть маленький карманчик Вот такой вот Сюда можно сложить какие-то мелочи Вот такая вот ручка, чтобы носить сумку в руке С другой стороны, вот такая вот вещь Чтобы можно было сумку одеть на чемодан Если, допустим, использовать ее не для груминга А просто складывать какие-то вещи с собой В путешествия Но такая сумка у Фани есть Есть два вот таких вот кольца Чтобы за нее можно зацепить было шлейку И большой основной карман Есть вот такая вот шлейка Она по цвету сумки Кстати, сумку можно было купить оранжевую или мятную Мне мятная понравилась больше Карабина очень интересно сделана Немножко пластмасс Немножко железа Здесь еще один вот такой вот небольшой карманчик Я, кстати, не помню, есть ли он у фиолетовой Внутри вот такие вот деления И в сумку можно сложить разную косметику для животных Кстати, сумка мне очень нравится И я довольна, что смогла ее купить Также для Фани купила шлейки От фермы Мисако Эта ферма много что производит Игрушки, поводки, шлейки, лежанки Стульчики для котиков и собачек У шлейки вот эти вот штучки отсвечивают в темноте Шлейка на липучке И вот на такой вот застежке Есть два кольца, чтобы за них зацепить карабин Я купила размер С на лето Так как наши шлейки мне немножко уже надоели А две шлейки растянулись и Фани их с легкостью стала снимать Вторую шлейку я взяла побольше Размер М на осень Она на осенние вещи одевается Я обе шлейки примеряла в магазине Сделано точно так же В магазине шлейки были фиолетового цвета Два дизайна красного цвета и синий Мне кажется, что раньше были зеленые Но сейчас их уже нет Эти шлейки продаются с прошлого года От этой же фирмы купила две игрушки Померанский шпиц, но другой вариант У него две пищалки Вышты лапки и очень красивые глазки Пищалка вставляется вот в такой вот карманчик И белый бешон Очень милый Вот с такими вот милыми лапками Две пищалки У собачки вот такой вот карманчик Куда вставляется пищалка Наверное, вам плохо видно Так как собачка немножко по-другому Зацеплена за картонку Тоже от фирмы Мисако Чтобы убирать за ней подарочки на улице Вот такие вот мешочки Очень удивительно, что они оказываются есть с запахом В магазине три варианта В упаковке 60 мешочков И 4 рулончика В каждом рулончике по 15 мешочков Купила с запахом ливанды Лимона И с запахом розы От фирмы Таура Купила влажные салфетки С витамином Е и алоэ В упаковке 40 салфеток От этой же фирмы Купила вот такие вот напальнички Чтоб чистить фани зубки Также от фирмы Натрал Протекшн Купила паштет С курицей и говядиной В упаковке 100 грамм Этот паштет я купила ошибочно Так как он для щенков Вторую упаковку я взяла Курица и ягненок Тоже в упаковке 100 грамм И кстати, это новый вариант Купила вкусняшки по грызушке С витамином От фирмы Натрал Протекшн С лососью В упаковке 100 грамм Эти вкусняшки тоже с лососью Возможно другие витамины Или другой вариант 80% мяса лососи В тех вкусняшках тоже И еще одни вкусняшки с рыбой И здесь 80% мяса рыбы Спасибо всем за просмотр Подписывайтесь на наш канал Тот, кто не подписался Ставьте нам лайки А мы вас с вами очень любим Желаем крепкого здоровья И ждем в нашем следующем видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому